Всем привет! Сегодня у нас будет болталка про менталитет отношения с турками. Хочу рассказать о своих наблюдениях и некая такая золотая середина, выводы, к которым я пришла со временем, в принципе, что я вижу, как здесь хорошо работает, какой, скажем так, навык, если так можно выразиться. Какая жена, скажем так, хорошо уживется, будет комфортно выстроить отношения с турком на постоянной, скажем так, основе выйти замуж, не ругаться, ломать себя или подстраиваться и воевать с его семьей или с ним. Ну, мы сегодня будем говорить конкретно про отношения мужчины и женщины. Какая бы формула, вот как я вижу по окружению своему, по людям вокруг, да, какая формула самая оптимальная, безболезненная, комфортная для обоих партнеров? Вопрос, да, как звучит, а какая жена все-таки нужна турку? Я замечаю, что наши девчонки очень любят, не все, я сразу говорю, не про всех, ну, общую какую-то массу, да. Наши девчонки, когда знакомятся с турками, встречаются или там с восточными мужчинами и начинают отношения, они очень часто начинают подстраиваться под восток, под восточную тему, сразу же открываются блоги, YouTube находят, кто что там вещает, как люди вообще там в этой Турции живут. Какой, обычно вопрос менталитета, поведения, потому что очень много всяких страшилок, баек, не знаю, короче говоря, таких тем, как сказать, заблуждений каких-то, да, и люди стараются понять, как же там на самом деле. И вот в этом поиске информации очень часто девчонки начинают, а как турчанки себя ведут, надо, короче, они начинают подстраиваться под мужчину, под его менталитет, под его какие-то взгляды, как ему привычно, как ему комфортно, чтобы ее где-то приняли, или она считает, девочка, что так будет лучше, комфортнее, привычнее, меньше конфликтов будет и так далее. Я, возможно, кого-то разочарую или кого-то слышать будет неприятно, я считаю, что это неправильное поведение, в том плане, что вы не должны, вот для меня формула, какая есть, это компенсация, очень хорошо себе два варианта, скажем так, удержать. Первая главная задача остаться собой, той, какая вы есть. В принципе, общаться честно, проявляя свои реакции, свои эмоции, свое поведение, искрение, какая вы есть по жизни. Потому что вас партнер выбирает не маску, которую вы оденете, кем вы прикинетесь, а ту настоящую набор качеств, кем вы являетесь. Это и есть путь к естественной, настоящей, безусловной любви, настоящей, чистой. Потому что маски мы все равно со временем все снимаем, и, представляете, это будет, ну, не очень комфортно, удачно, скажем так, правильно, снять маску спустя какое-то время в другой стране, в другом менталитете, за тысячу лет, километров, пардон, от дома, в непонятной, непривычной ситуации, плюс еще адаптация, в принципе, к людям, к еде, к вокруг атмосфере, социуму, в которую вы попадете. Короче, дабл лишний стресс. Поэтому быть естественной, какая вы есть, для вас более всего правильно, знаете, полезно. Короче, меньше себе создадите проблем и навредите. Мы не пытаемся скопировать с турчанок, быть такими, как они, повторять их какие-то движения, там, назовем, по жизни, да, их поведение какое-то. Но вторая крайность, в которую я тоже предлагаю не впадать, это не отвергать турчанок, не общаться с ними, отвергать. Они все плохие. Очень часто это мнение у девочек возникает, когда их избранник хает турчанок, плохо о них отзывается, о своем каком-то, возможно, негативном опыте бывших отношений, или, там, в разводе он с турчанкой, или еще что-то. Не ваш, свои травмы, на самом деле, да, свои проблемы. Это его проблема, что у него там что-то не получилось. Не говори, что они все такие плохие. То есть мы не полностью копируем с них и повторяем, и не отвергаем вообще к ним, не прикасаемся, не общаемся, и стараемся не замечать, что такие люди, типа, существуют. Я вообще, типа, в своем каком-то вакууме живу. Вот идеальный вариант – это когда вы остаетесь при своем мнении, при своих реакциях, при своих эмоциях, то, какой вы есть человек, и до встречи вашего партнера, вашего супруга или парня, какой вы были и на родине, и дома, и так далее, какой вы человек по жизни. И второе – это просто учиться что-то применять на себя, что вам не претит, и у вас иголки выпускаются, вы чисто прям вообще, нет-нет-нет, не хочу вот так, и мне это просто чуждо, не мое. Что-то адаптировать из их поведения, привычек, общения, манер, каких-то правил поведения культурных, навыков каких-то для себя, что именно вам отзывается, что вам нравится, возможно. То есть найти, попытаться какие-то их признаки турецкие в себе. Вот это будет самый крутой комбо-вариант и удачный. Почему? Во-первых, вы остаетесь с вашим супругом или с парнем, той, какая вы есть на самом деле ту, какую он изначально и полюбил. Если бы ему нужна была турчанка, бы не искал себе иностранку, или бы, появившись вы случайно в его жизни, на вас бы не среагировал. Ему потому что нужна была бы своя девушка. То есть у него бы запроса такого не было. И поэтому, если он вас выбрал, и вы понравились, ему нравится как раз то, что вы отличаетесь от местных женщин, отличаетесь от кого-то за вашу индивидуальность, за вашу особенность. Да, есть минус. Очень многие турки, практически все, наверное, не дают скидки на то, что ты иностранка, и применяют к тебе в своем поведении, в своих реакциях то же самое, что бы применяли в отношениях с турчанкой. То есть рассматривают взаимодействие, коннекты, думают, что вы такого понимать будете, так будете делать. Какие-то ваши предсказуемые реакции. Он считывает, как, по сути, с девушкой, с которыми раньше общался, с турчанками, например. И от вас ждет таких же реакций поведения. А вы иностранка, вы этому не обучены, или это не в вашем менталитете, вы это вообще не знаете, у вас дикий лес вообще, все это новое. То есть здесь может быть какой-то в отношениях первое время в притирке дисконнект. Если у него хватит мудрости, мозгов, и вам хватит тоже терпения донести, это понять, что, дружок, я как бы другая, если нужна турчанка, ищи турчанку. То есть ты со мной начал, у меня есть индивидуальность, давай мне на это скидку. Как бы, ты тоже знаешь, дружок, не из моих кровей, не моего воспитания, мне тоже с тобой трудно. То есть найти, договориться. Это и есть про здоровые отношения, когда есть диалог, и вы слышите партнера и договариваетесь, убеждаете друг друга, идете навстречу. Это и здоровые отношения. Поэтому, но очень смягчит, поможет в ваших отношениях чуть-чуть адаптировать себя, или адаптировать что-то турецкое под себя, перенять какие-то мудрость, какое-то поведение. Ну да, окей, та же турецкая кухня, например. Но это тоже не проблема. Столько вокруг всегда всяких заведений, домашней кухни турецкой, традиционной еды. Если уж сильно хочется, он всегда на работе, или где-то это покушать можно, если вообще изготовка не ваша, например. У каждого это своя. Какая-то может быть мудрость восточная, какая-то хитрость. Будет очень полезно перенять какие-то моменты реакции поведения его родственников, его мамы, сестры, тети, женской стороны. Очень полезно для себя. В своем иметь арсенале это. Мам, это просто пригодится. Это сделает вас похитрее, назовем так, изворотливее. И вы можете, короче, на самом деле скажу, какие-то выгоды с этого для себя лично, меньше напрягаться и так далее, что-то с этого получить. Просто в обстоятельствах и реалиях, в которые вы переедете, вам просто будет легче, комфортнее, быстрее адаптируйтесь. Сразу говорю, что в адаптации всегда есть сразу противостояние. Это может длиться месяцами, у некоторых годами, да, если не дай бог застрянете в какой-то стадии адаптации своей. То есть отторжение, оно есть у всех. Это этап. У кого-то долгий, у кого-то короткий. Переживете, не переживете. Некоторые могут развернуться и уехать. Но, скажем так, знаете, всегда, что это время окончательно, это не навсегда, это просто этап, который закончится. Потом за ним последуют вообще какие-то другие остальные этапы. То есть можно даже внимания особо не обращать. Переживем, перетерпим, потихоньку будем жить дальше. Какие элементы, например, вы можете перетянуть на себя, адаптировать к себе? У каждого это будет свое. Я скажу только о себе. Это помогло, скажем так, мне, или во мне это звалось. И я, например, довольна тем, что у меня сейчас это есть. И до сих пор, кстати, несмотря на все годы, я все равно улучшаю свои скиллы турецкой кухни. И я уже на таком уровне нахожусь, что иногда круто очень готовлю какие-то турецкие блюда. И когда у меня муж говорит, блин, это офигенно, типа, или там самая вкусная долма в моей жизни, которую я ела, типа, это класс. У меня муж это очень ценит, потому что он знает, что это не моя культура, что это для меня все новое когда-то было, что я этому училась. Но я ему всегда говорю, не для тебя училась, а для своих скиллов, просто для себя, как для человека я это делала. Мне это тоже было интересно. То есть ему это очень нравится, да? Но он все равно это видит, как же, что типа для него сделано. Затем я очень много у турчанок, знаете, еще научилась? Не париться. Я четко у них поняла, что не надо делать, как они. Это истерить, визжать, орать, экспрессивно выражать эмоции, реагировать. Потому что турок тут же от этого загорается, сам у вас конфликт. Быть спокойней. Вот в противовес от турчанок я научилась никогда экспрессивно не реагировать. В семейной жизни имею в виду на улице, в конфликте, за рулем или еще что-то там где-то. Это другая история про отношения, да? Это будет тоже, скорее всего, если у вас муж с мозгами или парень, это будет ценность. Он со временем поймет эту ценность, вот эту разницу, что вы не такая вспыльчивая, что с вами можно договориться. Он чувствует, будет с вами себя спокойней, уравновешенней, не таким нервным или вспыльчивым. Чувствовать баланс какой-то, да? От этого и доверие всякое растет, все прочее из этого вытекают. Какие-то коврышки хорошие свои будут. Я, например, у турчанок научилась не париться вообще. Не быть тревожной, не париться, не напрягаться по домашнему хозяйству в том числе. Есть возможность делегировать свои ответственности, полномочия, вызови уборщицу. Проще относиться к какой-то простые блюда, например, а не без особых заморочек в турецком, на самом деле, меню. Они попроще. Не можешь? Закажи. То есть вообще вот какой-то легкий такой вайб, не тревожный, спокойно относиться к многим вещам каким-то, да? При этом я поняла четко, что тревожиться или стерить, как они, импульсивно быть, не нужно. Это очень хороший баланс в отношениях. И опять повторюсь, да, ваш партнер это потом со временем оценит. Ну вот какие-то такие простые вещи, бытовые абсолютно. И я поняла, что моя уникальность здесь, в стране, я себя чувствую очень комфортно. Вот этот баланс, когда я осталась такой, какая я была по своим каким-то взглядам, характеру чему-то, и я переняла и адаптировала под себя элементы какие-то, здесь культурные у людей, их менталитеты, особенности, поведения. Я четко теперь просто знаю, что... Я просто знаю манеры поведения в обществе, я знакомлюсь с новыми людьми, я знаю, что они от меня хотят услышать, я знаю, как с ними наладить контакт. Я первое время отдаю поведение турецкое, выстраивая новые контакты, улыбаешься, отвечаешь на даже какие-то личные вопросы, сколько ты зарабатываешь, с кем работаешь, что-то эта история, да, small talk турецкий, который нарушает личные границы. Но затем я раз такая, у меня включается мое внутреннее я, которое было всегда, я такая смотрю, какой человек, стоит с ним дальше общаться, дружить, какие границы у меня более жесткими становятся, по моему менталитету. А турки, у них нет этих границ, они тогда не возникают, они-то как-то подружились, так общаются, вот пока, простите, не разосрутся, не поругаются, не обманут, не подставят, или что-то не произойдет, они тогда только очерчивают границу, пока петух в одно место не клюнет. То есть они, на самом деле, очень открытые, хоть и в личные, назовем, тогда двойственные. Но вот у них пока, вот у них нет системы безопасности, предупреждения, когда, типа, надо притормозить, не надо открываться, подожди, посмотри на человека, не беги так, вот не прыгай в контакт вот этот, не открывайся, они с головой уходят. Они чисто сердечно, многие очень, да, они открытые, пока вот не наработаются на какую-то проблему, подставу, конфликтом и так далее, использование какое-то. Вот, в общем, вот так поживя просто, поанализировав, я вот эти моменты увидела, адаптировала под себя, и мне сейчас очень комфортно вот в этом плане, в обществе здесь. У меня есть какой-то образ, да, по манерам и культуре, который я приняла, как нужно общаться с людьми, особенно с малознакомыми, да, и с родственниками в том числе. Есть какие-то внутренние опоры, устои и правила, которые со мной с самого начала, из моей семьи, с моим воспитанием, из моего социума. Это очень комфортно, это тебе дает лобильность, лояльность, ты легко обходишь какие-то острые углы, у тебя нет внутреннего кризиса, конфликта, какого-то, знаете, противостояния внутреннего, и так жить просто легче, так комфортнее. Я со спектом про Турцию говорю, но я думаю, что если мы берем варианты адаптации, момент, это, конечно, для каждого менталитет, для каждой страны. То есть, чем ты более гибкий и что-то под себя лично поставишь, при этом не теряя себя, тем тебе комфортнее, ты всегда в выигрыше находишься. Ты самые сливки снимаешь, тебе хорошо, ты счастливый человек, у тебя меньше конфликтов, там, внутренних проблем, противоречий каких-то возникает. Надеюсь, это такое откровение, мой личный совет, мой лайфхак вам поможет. Вы почувствуете, ну, какую-то ценную из этого информацию, это прям такое сокровенное мое, к чему я пришла, хотела с вами этим поделиться. Так что мы какой итог подводим, да, не предаем себя, впускаем в себя что-то новое, не стараемся скопировать Турчонок, быть похожими на них. Нет, вас взяли за вашу, выбрали вас, полюбили за вашу индивидуальность, за то, какая вы есть, какой вы человек. Но какие-то элементы поведения там или адаптации, всего прочего, можно и перенять. Это просто удобно для жизни, для адаптации, для вашего комфорта. Что вы думаете по этому поводу? Можете написать в комментариях, кто что-то прям принял, например, в себе видит вот эти моменты, которые вы переняли от общества, здесь от местных, с чем вы, например, не можете совладать, например, годами также. Очень интересно, вы там будете почитать о вашем опыте или чего вы боитесь, если вы планируете только куда-то, в какую-то страну переезжать. Возможно, вам в комментариях дадут ценные советы, бывалые, кто уже прошел подобный этап. В инфобоксе под видео моя почта. Если вы хотите прислать историю от анонима для разбора на канале, присылайте. Или, если хотите записаться на индивидуальную консультацию ко мне психологическую, присылайте на почту письмо с темой консультации, я вам отвечу. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев. Скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok